Офис греческого государственного телерадиоканала ЭРТ в Афинах окружён манифестантами, возмущёнными принудительной эвакуацией последних сотрудников, остававшихся в здании. Сейчас оно опустело, и все подступы зорко охраняются стражами порядка. Рейд начался ещё до рассвета. Бойцы ОМОНа потребовали покинуть помещение. Против тех, кто отказался, полиция применила слезоточивый газ. «Наши власти действуют как фашисты. Им нужно было выслужиться. Надо же было показать представителям тройки, находящимся здесь, что принимаются какие-то меры. Они затыкают всем рты, сеют страх. И им это уже удаётся. Мы последние магикане, которые пытаются им противостоять», – говорит профсоюзный лидер Панайотис Калфальянис. Вместе с тремя другими сотрудниками ЭРТ он был задержан полицией, но затем отпущен. «Сдаваться протестующие пока не намерены. Они выдворили нас из студии, но мы будем вещать отсюда, с улицы. Вот наша ближайшая цель. Мы над этим уже работаем», – говорит журналист Никас Йоанидис. Вместе со своими товарищами он продолжал выпускать информационные программы и после того, как правительство объявило о прекращении вещания. Эти программы до сегодняшнего дня были доступны в интернете и на каналах спутникового телевидения. В первых рядах защитников ЭРТ – левые и ультралевые партии. Танасис Пафилис – коммунист. «Мы дадим на это свой ответ. Все рабочие должны сплотиться и ответить не только на то, что имело место сегодня, но и на всё творящееся в последнее время безобразие». «То, что мы видели здесь сегодня, войдёт чёрной страницей в историю нашей страны», – уверена Зоя Константинополу из леворадикальной Сирии. Правительство покрыло себя позором, и оно ещё должно будет принести за это извинения». Корреспондент Евроньюз Фейдулкери передаёт из Афин. ИРТ была официально закрыта 11 июня. Не прошло и пяти месяцев, как полиция вместе с прокурором ворвалась в помещение и приказала очистить его. Сотрудники ИРТ говорят, что они всё равно не сдадутся и продолжат борьбу. Будут искать новые способы продолжать вещание. И голос канала будет звучать.